Украинским политикам пора в отчаянии рвать на голове волосы и кусать локти. Всё больше европейских стран намерены получать топливо напрямую, а не транзитными поставками через незалёжную. Помимо западноевропейских держав, воспринявших завершение Северного потока, два как данность, нож в спину Киеву воткнули Венгрия и Хорватия, Сербия на подходе. В первые две страны газ начал поступать с 1 октября по Турецкому потоку. На территории Венгрии компания «ФКС Лимитед» достроила магистральный газопровод, а в Сербии и Болгарии операторы «Булгар Трансгаз», «Яд» и «Гэстранс Ди». Му! Му! Новый сет ввели компрессорные станции. О намерении подключиться к трубопроводам «ФКС» сербская «РБДЖАГАЗ» заявила в конце июня. Скандал разгорелся нешуточный, куда же без этого. В украинском МИДе обвинили венгров в том, что те прогнулись под Москву и буквально по указанию Кремля исключили Украину из транзитной схемы. А председатель правления «Нафтогаза» Ветренко вообще закатил форменную истерику в Фейсбук. Министр иностранных дел Кулёба заявил, что в Будапеште очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, и также отвечает интересам Европы. Что же, Венгрия нашла такой выход, который бы устраивал в первую очередь её. Об интересах вечно ущемлённого Киева в кои-то веки решили не думать. И другие страны охотно перенимают эту эстафету, очевидно, заботясь о собственной выгоде. Единственное, что плохо в этой ситуации, причём не для политиков, а для рядовых украинцев, это неизбежное повышение конечной цены на газ. Мало того, что цена реверсных поставок изначально высокая, так ещё и МВФ требует, чтобы власти пересмотрели политику ценообразования, естественно, в сторону увеличения.